приветствую дорогие друзья меня зовут александр сакирка вы смотрите канал быть программистом последнее время очень часто получаю один и тот же вопрос как начать заниматься фрилансом я отвечаю не знаю но в этом ролике я расскажу вам свою историю дам несколько советов которые я бы дал себе 10 лет назад когда я только начинал заниматься фрилансом и так какие мы вопросы рассмотрим сегодняшнем ролике собственно с чего начать заниматься фрилансом далее мы рассмотрим как получить первый заказ на фрилансе то есть как получал его я я расскажу вам свой опыт я также открою в этом видео свой профиль на фриланс бирже на которой я начинал пять лет не поверьте пять лет каждую неделю мне на почту приходило уведомление от этой бирже что я якобы какую-то комиссию не оплатил я постоянно ее игнорировал отмечал ее в спаме но буквально на днях я решил зайти оплатить эти несчастные 10 долларов вот это поворот и получить собственно доступ к своему старому профилю собственно отсюда и возникла эта идея записать ролик поэтому мы зайдем в мой профиль и посмотрим работы которые я выполнял семь лет назад десять лет назад оценим вместе эти работы так что мы еще мы поговорим о том как развиваться как развивался я и какие советы я даю начинающим фрилансерам как много зарабатывать потому что мой средний чек начинался чуть ли не с бесплатно и с каждым месяцем рос я об этом тоже поговорю ну и собственно история моего фриланса давайте начинать итак на экране вы сейчас увидите непосредственно мой профиль конечно имя сейчас стоит не александр сакирка аленос кирка пять лет назад когда я перешел на пассивный фриланс я этот профиль якобы дал своей жене но она ни одного проекта не сделала используя данный данную фриланс биржу она больше тоже занималась западными фриланс биржами поэтому игнорируйте надписи лена это мой профиль именно на этом сайте на этой площадке я был зарегистрирован 9 лет кстати разошла речь о пассивном фрилансе напоминаю вам что 15 августа будет вебинар о пассивном фрилансе а он там называется пробы пассивный фриланс забудь старую жизнь нарисуй ногу настоятельно рекомендую вам подписаться ссылка будет в комментарии и в описании к этому видео мы движемся дальше итак первое с чего начать собственно начать нужно с регистрации на бирже я рекомендую определиться с биржей остановиться на одной бирже так вы все усилия до затратите на одну биржу и заполните профиль максимально профессионально и пол поэтому определитесь с биржей я не рекомендую веблансер почему я рекомендую скорее апворк ну что она мандиальная то есть для всего мира там заказчики со всей планеты веблансер это строго русская площадка но сразу знаете о том что на апворке бешеная конкуренция там очень много индусов очень много программистов из странно из бедных стран до которые занижают чеки лишь бы взять заказ поэтому тут опять да возникает такой вопрос может быть стоит все таки попробовать русского какого-то фриланса потом перейти на апворк но я бы если начинал я бы начинал самого большого рынка так первое зарегистрироваться заполнить данные заполнить навыки заполнить портфолио наверняка у вас есть какое-то портфолио если его нет значит нужно делать какие-то либо бесплатные задания либо какие-то уроки да и на уроках иметь какие-то результаты например дизайн какой-то лендинг печь какое-то вот это все нужно опубликовать у себя профиля собственно по моим по моему портфолио да ну работы не сказал бы что мне за них стыдно конечно сегодня они ни в какие ворота не лезет они и были сделаны чуть ли не 7 лет назад но давайте посмотрим что же это за работы я очень часто рассказывал в разных интервью в разных вебинарах мою историю да как я развивался сначала я был простым дизайнером сделал баннеры а потом перешел к разработке дизайн сайта так вот это были дизайн сайты которые я делал например вот такое да клуб здорового образа жизни никакой типографики да сегодня такой макет ну никуда не годится а вот где дата загрузки если здесь дата загрузки нет здесь я не вижу но вот 7 лет назад такие макеты очень очень были актуальны но до до того как я делал дизайн сайтов я делал такие вот рекламные флайеры и это не обязательно были заказы это может быть были какие-то социальные флайеры да для школы я делал например какие-то флайеры либо для местной футбольной команды я делал какие-то флайеры вот все это я всегда складывал себя в портфолио и у меня то есть визуально было какое-то портфолио что рекомендую в принципе сделать и вам вот например я сделал логотип для футбольной команды да интересно почему нет да ты вроде а вот добавлен 7 лет назад 7 лет назад я сделал такой логотип для местной футбольной команды я его опубликовал в портфолио да за это я денег не получил но у меня зато были данные в портфолио да что я якобы дизайнер дизайнер логотипов это был логотип для болельщиков этого самого футбольного клуба там история очень интересная я даже был основателем этого фан-клуба поэтому если вам интересно напишите в комментарии я запишу ролик об этом опыте в общем наполнили ваш профиль работами я не буду открывать прям каждую работу ссылку она видна у вас на экране но я могу ее и в описании поставить вы и сами можете зайти посмотреть но суть дизайнов которые делались тогда это что было это было фотоколлажи например вот такой да дизайн магазина детской одежды шапка это набор сплошной набор разных png картинок если картинки были не в пнг мне приходилось фотошопе обрезать фон тогда я фона обрезал ластиком то есть было брал резинку увеличивал картинку чуть ли не до квадратиков и аккуратненько вырезал фона собственно чем вся суть до вот того что я делал я не изучал курсы я не читал книги по фотошопу все что я делал на фрилансе я обучался по ходу то есть у меня был какой-то базовый базовые знания какие-то по инструментов фотошопа я делал какие-то вот эти баннеры потом почему бы не попробовать делать сайта с этими же навыками и по мере какой-то задачи когда я не знал как реализуется та или иная область я либо гуглил либо находил какой-то туториал на ютюбе и собственно вот таким самоучным методом я собственно и развивался почему бы и вам не попробовать но сегодня на самом деле такой метод я сомневаюсь что подойдет слишком рынок очень развивается бурно но помимо этого есть куча бесплатных уроков на том же ютюбе вам то есть методом тыка не нужно это изучать вам довольно достаточно лишь открыть какой-то ролик пару кликов посмотреть поставить например скорость x2 и там за какие-то 10 минут вы освоили новый инструмент так собственно по по портфолио думаю более менее понятно как получить первый заказ очень интересный вопрос как его получал я я занижал стоимость то есть понятное дело когда вы только регистрируетесь у вас вообще нет ни отзывов даже если портфолио у вас заполнено вас там например даже чужие какие-то работы да но она есть она красиво но у вас нет отзывов никто вам не даст первый заказ а что делая с пустым портфолио с пустыми отзывами я просто занижал стоимость чуть ли не до там 20-30 долларов сейчас я даже попробую перейти в отзывы да и вы на экране это увидите и перейду например вот на последние страницы и что мы видим вот за 15 долларов подредактировать раздел новостей на дл е за 20 долларов вот мои первые заказы это были 15 20 долларов я чуть ли не бесплатно выполнял эту работу чтобы получить какой-то отзыв но и конечно опыт потому что фриланс это лучшая площадка для получения опыта но есть на самом деле хитрости которые я тогда не знал а сегодня в принципе не многие тоже они знают но я бы дал себе совет 10 лет назад поступить именно так нужно найти друзей знакомых кому нужен сайт и какая-то услуга они готовы заплатить и провести эту сделку через фриланс биржу то есть обязательно оба регистрируйтесь заказчик создает проект он оплачивает вам то есть выбирает вас исполнителя и вы оплачиваете эту маленькую комиссию в сервисе и оба оставляйте друг другу отзывы вот таким вот образом а по сути это тоже накрутка да но как-то сделать это не палено чтобы никто о ней не знал все так делают особенно начинающие без пары отзывов минимум 10 штук у вас должно быть чтобы вы могли более-менее ну более-менее рассчитывать что вас выберут исполнителем если у вас нет знакомых но есть какие-то денежки тогда пробуйте самостоятельно регистрироваться как заказчик проводить вот такие вот сомнительные операции но опять же не забывайте там о безопасности обязательно прячьте айпи чтобы администратор вот фриланс бирж тоже не ловили потому что по сути это считается накрутка это нарушение первый вопрос да второй если все-таки занижать стоимость то насколько я не рекомендовал бы занижать стоимость ниже среднего то есть есть например средняя цена до 10 минималка 50 это максималка 30 это средняя я бы рекомендовал вам выставлять 20-25 не ниже не ставьте минималку в таком случае тоже заказчики не будут воспринимать вас всерьез вы как будьте второсортным фрилансером и так далее то есть который совсем за гроши работает лучше уже без заказов и лучше уже найти метод как-то вот накрутить вот эти отзывы чем прямо дело как делал я давайте на экране посмотрим дальше вот 40 долларов до сделать баннер и блок меню для сайта база отдыха нужно разместить google adsense на и по сайте но это ерундовая задача да но 20 долларов человек был готов заплатить давайте перейдем дальше и снизу вверх будем двигаться приватно для александра сакирки ну какую-то задачу он сделал 50 долларов человек заплатил и так сайт визитка вот я начал делать уже дизайн да и как я рассказывал за дизайн я обычно брал в пределах 100 долларов и вот так длилась я делал заказы а потом мне стало не хватать этих 100 долларов собственно мы переходим плавно к вопросу как много зарабатывать я свой чек увеличивал тем что изучал новые области новые знания на фрилансе требовалось не только выполнять дизайн но и верстать поэтому я изначально выполнял их по 100 долларов видите еще один 100 долларов там какой-то заказ 30 долларов 100 долларов 100 долларов 30 100 100 150 а но это не связано с версткой до создания фирменного стиля логотип дизайн сайта в общем давайте найдем что-то за 150 собственно я изучил верстку и уже средний чек на разработку дизайн плюс верстка у меня был 150 принципе такую стоимость я просил у людей так сотка сотка 150 верстка шаблона для джумла вот видите вот это был первый проект когда я сделал и дизайн и верстку сотка опять просто дизайн дел 150 дизайн и верстка для туристического сайта собственно была задача дам поднять средний чек больше зарабатывать собственно я освоил новый навык верстки но этом тоже не остановила не остановился я хотел еще больше освоил навык cms я уже начал натягивать на cms если мы так покрутим дальше будут уже например 500 до хотя 500 был хороший заказ такой жирный а 7 лет назад даже 6 лет выходят да то есть даже для меня это было были хорошие деньги сайт подбора репетиторов собственно изучили cms и уже и прайсы выросли вот 200 долларов до сделать небольшой сайт я с нуля делал с дизайна верстка и натягивал это на cms в основном я все тогда натягивал на джумлу вордпресс вообще был не так популярен в рунете все фриланс сайты все на фрилансе делали на джумле я не был исключением вордпресс я только изучил позднее чему очень в принципе и благодарен что обратил внимание на эту cms так мы давайте на на последнюю до зайдем какой-то приватный заказ какой-то приватный 100 200 100 100 100 250 250 но уже по стоимостям понятно если это 250 значит создание шаблона для вордпресс то есть сайт вордпресс сайт туристического агента то есть сайт под ключ грубо говоря собственно это вопрос на ваш ответ как много зарабатывать чтобы много зарабатывать вам не нужно наращивать количество проектов да например вы выполняете 5 проектов а вы хотите за месяц умудриться выполнить 10 нет вы в таком случае тупо перегорите лучше освоить новую технологию потратить месяц да да изучить что-то и выполнять как бы другие задания которые более дорогие вот это мой совет я бы себе принципе а так и поступил тогда да но я бы вот ничего не менял я бы этот совет обязательно дал бы новичкам не себе 10 лет назад вместо наращивания объемов да лучше изучать новые технологии и поднимать средний чек так собственно по по вот этим штукам понятно вот видите у меня 33 отзыва но это немного это мало на самом деле у меня так сложилось что были постоянные клиенты вот эти люди которым я сделал они меня постоянно грузили заказами и у меня даже не было задача заходить вот на эту биржу что-то там публиковать и искать заказы мне они были поэтому отзывов не так много но я бы дал себе совет не скупиться на те 5 долларов которые являются комиссией а все заказы абсолютно все переключать на биржу чтобы отзывов было как можно больше чтобы вы были чуть ли не на первых ступенях в рейтинге почему это важно потому что чем круче ваш профиль чем вы известнее тем и средний чек на разработку у вас больше вы можете делать тот же самый дизайн который раньше делали за 100 но за него получать например 300 только за того что у вас прокачанный профиль поэтому я поскупился до в свое время мне они платили напрямую через кошелек я был доволен но зато у меня профиль сами видите не супер раскачан 33 отзывы то чуть ли это не ничего по сути так что у нас там еще по вопросам как развиваться ну собственно этот вопрос я и ответил ставьте себе задачу больше зарабатывать и собственно этом вы будете развиваться изучая новые технологии фриланс это тоже такая опасная штука почему все гонят шару это правда даже ну я тоже не исключение иногда гнал шару вот например вот такой сайт да ну что за дизайн здесь да ну я сегодня но в жизни не сделал бы такой сайт но набор хотя она на то время это было нормально да но фриланс это не лучшая площадка для оттачивания навыков все-таки в момент когда вы переходите от классического фриланса к пассивному когда вы создаете продукт и этот продукт продается многократно в этом случае вы сами вынуждены использовать всю свою креативность и сделать максимально качественный прикольный продукт то есть такой штуки у вас не будут что вы там наклепали что-то за три дня получили какие-то 100 200 долларов нет такое исчезает вы тупо креативите создаете качественный продукт поэтому если вы дошли до этого этапа да когда чувствует что выполняете рутину делайте одно и то же в этом случае я рекомендую вам потихоньку пробовать свои силы на пассивном фрилансе опять же напомню про пассивный фриланс 15 августа регистрируйтесь на вебинар записи не будет поэтому обязательно будьте на связи он будет вечером за сутки и за час до вебинара вы получите уведомление чтобы получить это уведомление регистрируйтесь по ссылке так что у нас там еще по вопросам с чего начать я вам рассказал как получить первый заказ первый заказ тоже условно рассказал а нужно по 20-30 заявок в день подавать но перед этим у вас должен быть профиль несколько отзывов и портфолио маленький лайфхак я уже о нем рассказывал где-то в каком-то вебинаре обязательно укажите ссылки на свои социальные сети и в своих социальных сетях вступите в большое количество тематических пабликов например если это программирование значит вступите в 10 пабликов по программированию поделитесь у себя на странице 10 там постами какими-то технологиями уроки по php и так далее почему это важно есть заказчики да особенно которые ищут исполнителей на долгосрочную перспективу они изучают его профиль и переходят на социальные сети очень часто и одно дело когда он социальных сетях увидит тематическую ленту да все связано с программированием и другой когда он увидит например сплошные котики либо сплошные игры там сплошные приколы с ютюба но два разных впечатления у заказчика будут о человеке поэтому маленький лайфхак старайтесь создавать свой маленький бренд то есть вокруг своего имени создавать как можно больше тематики айти это важно в профиле указывайте навыки которыми вы владеете например вы только начали изучать css обязательно укажите в профиле что вы знаете css в момент работы с проектом вы загуглите что-то чего не знаете вы выполните этот заказ ну например на java script да более такой явный пример вы выполните этот заказ но если вы в профиле не напишите что вы знаете java script либо напишите что плохо его знаете ну заказчик вряд ли вам даст проект но если вы напишите что хорошо его знать хотя не знаете тогда у вас вероятность что заказа дадут вам я вам расскажу еще такую историю в момент когда я решил прекратить до заниматься фрилансом я устроился на работу в одной и компании они делали шаблоны на wordpress что я на тот момент умел делать умел делать сайты под ключ за 250 долларов то есть дизайн верстать и натягивать на cms но я не умел работать с вордпрессом я их натягивал на jumbo но на собеседование сказал что я прекрасно владею cms wordpress мне дали как бы на тестовый период две недели чтобы выполнить тестовый проект собственно за эти две недели я вот и изучил wordpress немножко в офисе пока работал немножко дома по ночам когда сидел все таки не хотелось краснеть я рассказал что знаю вот я вот таким образом за две недели подтянул эти навыки собственно потом эти навыки изменили полностью мою жизнь собственно вот как-то так что вам рассказать еще из истории моего фриланса в принципе все что у меня было до в планах рассказать я вам рассказал по макетам да вот есть некоторые более удачных например такой сайда он смотрится смотрится красиво на самом деле но есть сайты которые не очень да вот если более старые в общем если у вас какие-то прямые вопросы до конкретные вопросы про мой опыт фриланса прошу вас пишите в комментарии задавайте я с удовольствием на них отвечу а если вам нравится моя история до через что я прошел на фрилансе жмите кнопочку лайк не забывайте про подписку если вы не подписаны и колокольчик чтобы получать уведомления а кстати что еще публиковать в портфолио публикуете все и удачные и неудачные проекты потому что ну по моему опыту когда все слишком идеально у человека в портфолио это вызывает много вопросов понятно когда у него сотни отзывов и у него все идеально тогда да хорошо но новичок да у него собственно нету отзывов а зато работы все идеально это вызывает подозрение я бы никогда не заказал у этого человека работу и еще ребята помните о том что все начинают с чего-то конечно понятно многие молодые люди смотрят мои ролики смотрят ролики про wordpress сколько на это можно заработать на его то и хотят зарабатывать тысячи долларов сотни тысяч долларов десятки тысяч но так не произойдет если вы новичок в этой сфере вы должны начинать с азов вы должны выполнять работы по 40 долларов по 20 долларов как это в какое свое время делал я собственно не бойтесь до начинать с этих шагов в принципе у меня на этом все не забывайте про вебинар который пройдет 15 августа добавляйте меня в друзья если у вас есть какие-то вопросы подписывайтесь на мой инстаграм все ссылки есть в описании к видео всем пока пока что 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 Продолжение следует...